Квартирный вопрос у супругов Плотниковых назрел еще три года назад, а решились только сейчас. Говорят, таких предложений, как сегодня, раньше на рынке не было. Посмотрел, тогда побольше было процентов. Платеж побольше был. Есть вариантов 5-6. Посмотрим, я думаю, сегодня успеем. А успевать надо. Конкуренция среди покупателей нынче серьезная. Спрос за последние месяцы вырос настолько, что в шоке даже риэлторы. Мы фиксируем вообще рекордный спрос. Где-то мы считаем, где-то рост рынка составляет 35-40% в прошлом году. Это неожиданно для нас, да, абсолютно. Причем динамика не падающая, то есть довольно-таки системная. Это мы фиксируем и по всей России, но в Тюмени, наверное, это выражено более, чем в других регионах. Основная причина ажиотажа в снижении потечной ставки. Средний показатель упал уже до 7,33% годовых. Свою роль в этом сыграла льготная ипотека. Квартиры с господдержкой приобрели почти 3 тысячи тюменских семей. Всего же только за первые 7 месяцев в регионе было оформлено 11 264 ипотечных кредита, что на 12% больше, чем за тот же период прошлого года. При таком спросе количество предложений резко уменьшилось. Новостроек со сдачей в этом и в следующем годах практически не осталось. И это с учетом того, что цены на них выросли. Покупатель пошел на вторичный рынок, а застройщики тем временем готовят новые проекты с оглядкой на пандемию, которая заметно изменила отношение к жилью. Где-то планировки сделаны уже с возможностью уделения кабинетов либо каких-то отдельных рабочих зон. Сейчас активно прорабатываются вопросы создания общественных пространств, таких как каворкинги на время, но небольшие совсем. Лифты с теми же кнопками, чтобы не заходя, не нажимая ни на какие кнопки, ты мог подняться автоматически на свой этаж. Face ID на входах в подъезды сейчас тоже реализуется у многих. Ты подходишь и двери открываются только потому, что домофон тебя узнает. Как долго рынок проживет на таком подъеме – вопрос. Все зависит от будущего льготной ипотеки. Действует она до 1 ноября. Если программу не продлят, то сценарий может быть совсем не радужным. Количество покупателей на рынке уменьшится. Стало быть, мы увидим сначала стагнацию, а далее если спрос будет недостаточным для продаж застройщиков, то мы увидим и понижение по ценам на квартиры. Но при этом вырастет ипотечная ставка. Согласно прогнозам экспертов, рынок может вернуться к прежним 9%. Поэтому если квартирный вопрос назрел, то его нужно решать немедля. Но для инвестиций, как говорят аналитики, сейчас не время. Гульнара Успанова, Алексей Гринко, Тюменская служба новостей.